МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несомненно, это хит. Со всей ответственностью, заявляет, Том Прейдер пройдёт в историю. По крайней мере, оставит заметный след на компьютерном небосклоне. Вы, конечно, можете не согласиться со мной, заявив что-нибудь вроде. Сказать-то можно всё что угодно. Ты лучше факты, факты давай. Что же, не буду голословным и постараюсь подтвердить свои убеждения. На мой взгляд, самой главной причиной успеха игры является тот жанр, к которому она принадлежит. Сейчас уже немного надоели трёхмерные игры с видом из глаз. И надоели отнюдь не из-за трёхмерности, а из-за пресловутого вида, как будто весь мир на нём клином сошёлся. Сделают для приличия обзор на героя, который является абсолютно неиграбельным, и хватит. А что сейчас? А сейчас привычные статичные камеры становятся динамичными. И даже, я бы сказал, интеллектуальными. Такая камера всегда находит наилучший ракурс. Трёхмерный компьютерный мир становится даже трёхмернее окружающего. Убогая угловатость персонажей сменяется великолепной прорисовкой всех деталей, яркими, реалистичными текстурами. Надеюсь, что вы уже составили общее представление об игрушке. И пора переходить к вещам более частным, но зато весьма и весьма любопытным. Начнём с предыстории, точнее, с игровой ситуации. Том Прейдер выхватит вас из любимого кресла, оторвёт от привычной обстановки и забросит в мистический мир, где вы окунётесь в жизнь давно исчезнувших цивилизаций, станете свидетелем, более того, жертвой, коварной политической интриги. Но это так, в общем. А если быть более конкретным, скажу следующее. Главное действующее лицо Том Прейдер очень миловидная, прекрасно тренированная девушка по имени Лара Крофт. За хрупкой фигуркой скрывается отличная физическая подготовка Лара бывшая гимнастка и бесстрашное сердце. И так мы будем выступать в роли девушки. Мне, например, крайне импонирует сей факт, так как я лично уже устал от здоровяков-мордоворотов, совершенствовладеющих всеми видами рукопашного боя, виртуозно стреляющих из любого оружия, начиная от пистолета и заканчивая карманной ядерной установкой. И все это в сочетании с мощной боевой магией. Такими ребятами изобилуют почти все игрушки жанра экшен. А справедливости ради стоит отметить, что и не только экшен. И так, некий синдикат нанимает Лару для выполнения, казалось бы, обыкновенной работы. Найти четыре части мистического предмета, который скрывается под названием Skyen, переводится как черенок. Кто бы знал, что эта вещь окажется древним артефактом Атлантиды? Лара отправляется на поиски и сразу оказывается в водовороте событий. Во-первых, у нашей героини объявляется конкурентка, весьма строптивого нрава, Джакулайн Натла. Натла прекрасно осведомлена о тайной мощи артефакта и всеми силами попытается помешать нашей Ларе. Ее козыри, подлость, обширные связи, внезапность. Во-вторых, на пути Лары появляются различные препятствия и опасные враги. Но подготовки девушки может позавидовать любой дюк. Поэтому я уверен, что под вашим чутким руководством Лара сможет одержать вверх над всеми противниками и с честью решить любые загадки. В Том Прейдер будет огромное количество анимационных вставок, которые помогут следить за сюжетом. Помимо этого, из них можно почерпнуть некоторую полезную информацию. Очень приятным является тот факт, что создатели Том Прайдера решили вынести игрушку за рамки привычного экшен. Для прохождения придется пошевелить не только пальцами, но и серым веществом, так как вас ожидают множество загадок и головоломок. Но, естественно, без кровопролития не обойдется. Благо врагов у Лары предостаточно. Судите сами. Ядровитые змеи, смертельно опасные крокодилы, кровожадные львы, разъяренные медведи, гигантские динозавры, безжалостные наемники Натлы. Список можно продолжить, но не буду выдавать все секреты игры. Придет время, и вы все сможете увидеть сами. Я уже упоминал, что ваш путь будет лежать через пространство и время. Странствовать придется не только по темным пещерным лабиринтам и светлым равнинам. Помимо этого, в игрушке существуют подводные гроты и ходы. Поскольку Лара великолепно плавает, то именно под водой пройдет довольно большая часть событий. Романтики в игре хоть отбавляй. Вот скажите мне, кто не мечтал оказаться в заброшенных городах инках или постранствуя под реинственным лабиринтом греков? Все это ожидает вас. Более того, именно вам и никому другому предстоит проникнуть в тайну гибели мистической Атлантиды. Реликт, который вы ищете, дает в себе такую мощь, которую тяжело себе представить. Помните, нельзя, чтобы этот артефакт оказался в злобных руках. Боритесь до последнего, но не дайте злым силам никакого шанса, ведь судьба многих миллионов зависит только от вас. Томб Райдер состоит из четырех эпизодов. Каждый включает три этапа. Итого получается 12 этапов. Первый эпизод перенесет вас в Вилкамамбу, исчезнувший город инков. Второй в лабиринт, выполненный в духе греко-римских построек с примесью джунглей. Третий уровень забросит Лару в Атлантиду, где девушке придется вдоволь пространствовать и в конце последнего этапа решить сложнейшую загадку. Наконец, четвертый уровень. Пирамида Атлантиды. Оказывается, и такая есть. Пирамида должна взорваться. Натла постаралась. Как следствие этого, появляется лимит времени, отведенный на прохождение уровня. Ларе придется добраться до античного командного пункта. А, звучит неправда ли, прежде чем громадина рухнет на нее? Среди прочего, хочется отметить и управление. И тут все без претензий. Честь и хвала разработчикам. Для основных движений, для бега, плавания и тому подобного, используются курсорные клавиши. Для суперприемов и экзотических движений служит еще пяток клавиш, причем очень удобно расположены. Таким образом, даже начинающему геймеру разобраться будет очень и очень несложно. Порадуются и владельцы Sony PlayStation и Sega Saturn, так как Том Прайдер будет работать на этих платформах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, в общем-то и все. Как видите, Tomb Raider многообещающая игра. Несомненно, она придется по вкусу многим, так как сочетает в себя множество жанров, Отличная графика и не менее достойный звук, оригинальный сюжет, удачный жанровый симбиоз должны вознести игру на самые высокие места в хит-парадах. Ну а я, я что-то заболтался сегодня, побежал играть в Том Прайда. Пока!